здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас в гостях заслуженный артист россии евгений рудин а еще очень хорошо известный вам как это кстати во псевдоним или как это считается наверное обучая за творческий псевдоним если говорить же всегда ним диджей груб пришел к нам так да при этом обязательно подложенный аплодисмент скажите пожалуйста мы сразу скажу договорились потому что очень важный момент передачи чего-то хорошего доброго молодому поколению мы оставили его на вторую часть нашего разговора на а 1 давайте пробежимся в 13 минут маловато будет но тем не менее и вопросы наверняка какие-то вам задавали но я же их не задавал вот все-таки сама идея ведь по большому счету я надеюсь вы меня поймете вы берете что-то уже то что есть и делаете абсолютно своим вот как такое возможно раньше когда помните нам говорили что что-то взял и выдал за свое но плагиан так недавно да а вас ни в коем случае нельзя не то что даже рядом у вас совсем другой подход как вам это пришла идея во первых изначальная идея была ну как как профессионального музыканта который проучился музыкальной школе музыкальном училище при консерватории дело в том что диджейство это есть две разных абсолютно вещи первый человек который просто играет развлекает людей играют чужие треки основная сейчас уже так такое понимание диджея это как полноценного это полноценного музыканта который сам должен создавать треки сам изначально что-то делать сам писать мелодиям и заниматься исключительно музыкальным продакшном и лично сам и брать какие-то вещи к примеру ремиксы которые можно делать иногда на какие-то известные песни для того чтобы они прозвучали в новом в новом прочтении чего для самих ремиксов для самих песен это тоже хорошо если ремикс для самих песен тоже хорошо особенно я да но сейчас большинство всех хит-парадов и большинство всех в самых высших строчках вы найдете исключительно только музыку которая имеет отношение к музыкальным электронным продюсерам диджаке им потому что рок музыкантами занимается электронные продюсеры записывают вокалистов рэперов хип-хопперов электронные продюсеры везде самые огромные скачивания самые большие прослушивания у меня миллиардные это у музыкальных продюсеров которые электроникой занимаются и все они в прошлом начинались диджеи ства в том числе как я бы мне можно сказать что я начинал с диджеи ства сразу начинал писать музыку моментально сейчас я уже занимаюсь пишу музыку для кино активно это совершил это это определенный рост вот это есть такой вопрос да помните ну наверно тоже застали такой момент когда ты ставишь как сейчас говорят в нем а в наше время говорили пласт да слушаешь и там обязательно должна быть бороздочка дать одна песня закончилась да а потом бороздочкой другая следующим вот эти долгие уходы микшир такой безумно длинное микшируем даун да и может быть там еще целый куплет они поим дана микширование и было было такое понятие и даже когда мы радио например советское слушали пускай даже какие-нибудь социалистические песни да обязательно должна была быть пауза но не должно было быть такого чтобы одна песня чтобы поговорить мировое да вот я это прекрасно помню время и когда начал тоже работать на радио и тогда была главная задача не должно быть пауза далее да правильно я понимаю что главная задача диджея то есть это не просто такой вот как говорят сведения да а это такой какой-то бесконечный музыкальный и даже не знаю как звук это ну звук бесконечный музыкальный фрагмент микс дело в том что это просто обыкновенная техническая вещь задача музыканта и держа кей прежде всего попасть а прежде всего нужную аудиторию то есть да это зависит уже от промоутера если он тебя предлог приглашает бы это из любого количества людей которые слушают абсолютно разную музыку попытаться сделать это как задача давайте представим что впервые встречается дирижер именитый дирижер и приезжает в областной симфонии симфонический оркестр у которого они они должны заиграть не знаю они хотят и нечесть и не стима седьмую симфонию симфонию бетховена пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам и он все должен это рассказать и как это все у них работает в том числе и здесь когда дирижер кейн становится играть он должен прекрасно понимать он не должен заниматься своим я он должен работать для публики как любой в принципе артист знает как песни известны еще советской как вы помнили упомянули временами смех и радость мы приносим людям да поэтому и должно быть вот это все артист магия основная дирижер кей найти вот тут нужно то нужное настроение прежде всего конечно пап еще раз повторюсь попасть в аудиторию быть профессионалом найти нужное настроение такое которое бы могло бы найти тебе вот тысячи людей даже если вот как если специальное обособленное мероприятие на которые попадают а к примеру вот идет уже конкретно мероприятие где покупает билеты исключительно меня то есть да и формат к примеру там музыкальных техно или какой-то или что-то еще а иногда когда меня приглашают к примеру очень часто езжу на прекрасные города вот кстати у вас ни разу не был я на дни города постоянно каждый это день города публика абсолютно разношерстная и один из главных факторов нужно чтобы просто люди объединяющие чтобы люди все начали танцевать одновременно потому что поначалу все когда спокойно стоят потом уже когда начинается движение и уже через час ты видишь что люди раскрепостились и начинают танцевать исследовать все в ритму или зато и твоим движением здесь один из самых вот этих вот главных факторов которые я думаю что первоначально должен обладать держаке я же не говорю о том что нужно писать научиться уметь писать музыку там занимать знать ходы и продюсирование все остальное но он поэтому и служебный роман и кобзон да это очень давно было тем не менее я помню это было очень серьезное обсуждение да 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 она была история самое главное мне повезло со всеми этими людьми не делать просто ремиксы брать а я и солида александр чем рязановым по этому поводу мы все решали с андреем петром композитором и в том том числе с иосифом давыдовичем помимо того что мы вместе работали мы выступали несколько раз на одной сцене 98 99 год я помню это был очень давно потому что вы знаете как вот есть в моде реплика данное слово придумано очень хорошее вроде как она и не обидно да но тем не менее все приняты что всякие реплика да а здесь уже можно другом говорит что это свою собственную иску вот важный момент на я помню опять комсомольцам себя и появились пойти это такие первые дискотеки советские слайды какие-то крутили еще там следили чтобы не было неправильных и сервисов до неправильных песен я помню это слово без жуки потом серёжа миная в песню тоже пела из того я ведущий дискоклубо да 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 диско клуб да да вот все-таки дискотеки или диджей в чем разница и почему появилось слово диджей и это или это просто играя жひuss диджей это просто по-английски держаки это по русски вот и все мы прожарим тоже не совсем порядок да мы же говорим все koń на мобильный то есть да потому что мы все говорим потому что по-английски это мобайл то есть да мы же говорим мобильными же телефон телефон позвонили скинь на мобильный мобиль хочу вернуться к самому главному на мой взгляд я не помню но как-то так повелось когда был маленьким молодым мы всегда вот когда слушали музыку тогда было модно тоже хороший я еще бобины помню поставить сам на бобиных играл 001 поставить что-нибудь и послушайте в ушах пускай даже в русских советских но всегда было уважение к музыкантам которые имеют образование потому что это тяжелая работа и так далее вы сказали постоянно что у вас была и музыкальная школа расскажите об этом пути кто вас привел и по какому классу вы учились музыкальная школа спасибо музыкальная школа блок по класса фортепиано я учился музыкальной школе исключительно по этому предмету и еще вы сами пришли или вас как мне родители привели приведите конечно все отзади суда могу мог пойти если бы не привели или не в музыку только музыку музыка была а у меня музыкальная семья у меня по вот и поэтому ну мама была наверное если раньше говорили она была занималась сейчас это говорится так ресторатор вот она занималась у нее ресторанами папа у меня был непосредственно не музыкантом и конферансье и артистом и он привел меня музыкальную школу вот и по классу фортепиано я учился от учился там без малого 8 лет затем я поступил в санкт-петербург затем я поступил в мурманск прошу прощения я поступил для кого да по классу дирижерское хоровое отделение и там же одновременно у меня была и джазовая аранжировка и и гармония вот а потом на получилось так уехал санкт-петербург и поступил при консерватории по классу оперного вокала потому что мне все хотели что без на стал петь то есть доставленным певцом я не закончил два года я не закончил два года и полностью почему бы все это повлияло то есть вот так получилось что все сразу классической музыки я сразу начал заниматься электронной музыкой и у меня даже друг который кому-то известно как факт мы вместе и в детский садик ходили в одну школу одну музыкальную школу учились он был по классу скрипки по классу фортепиано и мы пошли по абсолютно разным путям я пошел дальше по музыке он пошел журналистику зовут его андрей малахов и поэтому мы сейчас с ним вспоминаем вот эти семена и как же действительно вот вы правы как это помогает очень сильно потому что музыку когда ты изучаешь детство когда я считаю что родители вообще даже если они в дальнейшем не хотят привлекать или ребенок сам не хочет заниматься музыка я считаю что это один из тех аспектов воспитания и оккультуривания молодого поколения именно ребенка который только начинает все в себя вбирать он может дальше не заниматься но понимаете музыка это такая сильная вещь особенно классическая которая она научит она учит тебя общаться научить тебя правильно реагировать на какие-то вещи она убирает тебе вот этот моветон который настраивает организм в общем этот первый ну как бы мы сегодня сказали трек первое произведение выпущенное вами когда вы вот сказали себе да я знаю теперь чем я буду заниматься или все это было немножко но где-то знанием как мы уже поняли подкрепленным элементами случайности да это самый первый трек это вот я говорю что одновременно когда учился при консерватории я уже ходил на студию дома композиторов в санкт-петербурге и я помню что это был наверное 90 92 год когда мы отдали свои треки знакомым из лондона и на bbc радио ван заиграл трек в танциальной программе до назывался он вивальди бит тогда была группа я понял что я буду этим заниматься из-за того что просто мне нравилось это звучание и вот не нескончаемый вот такой вот путь у меня который идет вот как все-таки различить простому обывателю что такое хорошо что такое плохо вы знаете но кто такой диджей за вы знаете по большому счету простой обыватель ну давайте говорить слушатель просто которых много да и он про аудио да 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 и опять же это зависит все от воспитания от слоев населения том где кто живет в каком городе для для кого-то хорошо и к и кальян и рыбчик кто-то его терпеть не может да для кого-то прекрасно и допустим там хаос музыка а что-нибудь вообще запредельно для классе людей которые классики классику слушают они не приемлют вообще какие-то моменты а некоторые те которые наоборот открыты для этого поэтому мнение если говорить о фермером а формирование мнений в чем и прием не в чем прекрас прекрасность этой всей истории потому что написание музыки это как своего рода как казино ты никогда не знаешь когда это может выстрелить и в какую это упадет аудиторию твой трек до к примеру есть определенные стили вот там хип-хоп и ребята работают в одну стезию там танцевальным другой и у каждого человека есть уже разделение по лагерям и наработки какие-то до своей наработки да ну вы знаете и с другой стороны наработки там популярную песню написать достаточно тяжелую если был какой-то рецепт хита я думаю что все музыканты писали бы хиты и были бы миллиардами то есть как такого как бы нет поэтому это один из тех вариантов что аудитория которая у тебя появляется во первых ты должен бесконечными благодарен этой аудитории что она у тебя есть а после того как ты написал трек который мне понравился следить за этим работать с этой аудитории и продолжать делать то что без я нравится потому что публика любит за то что ты делаешь а главное чтобы было ощущение качественного продукта чем в общем-то собственно говоря джей грув и занимался и занимается россиян всегда это я должен сказать потому что чушь не зря у нас в студии евгений рудин с которым мы продолжим встречу через несколько секунд для того чтобы поговорить о том что же он тут решил открыть городской мокрю люберцы напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях заслуженный артист россии евгений рудин более известный прям так как детективе как диджей грув да вот насколько я знаю вы относитесь к тем музыкантам к тем творческим людям которые как это все себе 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 есть такие а у вас есть желание поделиться каким-то опытом я не знаю когда-то она видимо появилась потому что вы начали ну как учить не учить а передавать какой-то опыт почему всегда ну во-первых у меня опять же уйду в детстве у меня был папа который меня учил музыки которая меня сажал за фортепьяно и пытался мне показать то или иное музыкальное произведение знакомые с нотами и потом понял что не совсем конечно у него будет хватать на меня много времени за то что он работал он решил отдать меня куда музыкальную школу пусть там да пусть там и своего рода мы с моими друзьями и партнерами в течение долгого времени находились в россии занимались этой танцевальная музыка электронной музыкой писали и и видели большое количество восторженных людей которые хотели бы делать тоже научиться писать музыку это неважно в каком стиле научиться писать конечно да вот и а учреждением определенно такого не было потому что она была уже и в америке она была в бразилии она была в англии ну то есть были страны где они находил но в россии определенного музыкального учреждения образовательного центра такого не было в котором можно было сразу и научиться писать музыку и сразу заниматься радио и тут же моментально изучать элементарную теорию музыка на фортепиано плюс еще к тому же ты можешь изучать как делаются звуки курс синтезатора также ты можешь одновременно заниматься аранжировкой и попытаться быть диджакеем это первое то что нужно вот сейчас тем кто не только классика до этого поэтому сейчас и происходит такой момент что большинство родителей которые знаю которые знают о том что у нас есть школа знают меня знает мою музыку и дети в том числе они хотят научиться создавать что-то свое это своеобразная такая современная но и в тоже то есть это несовременно это другая музыкальная школа где мы обучаем людей воплощать свою музыку через музыкальные программы в компьютере они могут играть на скрипке к нам приходит очень много то есть ко мне приходит много скрипачей гитаристов ударников различных музыкантов вокалистов но им хочется помимо того что это на все научиться не топ не просто играть а воспроизводить это в определенных каких-то рамках стиля или допустим просто записать они приходят и обучаются этому плюс еще конечно же есть много людей которые просто особенно молодежь сейчас повально практически они хотят играть свою музыку вы записываете и быть диджакеями исполнителями своей музыки получать лайки конечно это один из вариантов вот и поэтому мы активно обучаем в одну из музыкальных программ как работать допустим лайвом выступать во время своего выступления то есть неопосредственно ты можешь играть на сколько музыкантов очень много вокалистов которые стоят с компом с скрипкой с гитарой с клавишами и дают по такой вот музыкальный вот такой перформанс у них очень клёвый происходит то есть это же лайв выступление это тоже будут обучаем так делаем я так понимаю что вы у люберцах открываете некую до далиал это филиал мы начинаем пробовать подарок четырехсотлетию можно сказать да подарок вашему замечательному городу четырехсотлетию как раз 400 и две пластинки получается вот на этот вот мы давно хотели уже посмотреть на какой-то прекрасный по город рядом с москвой вот и благодаря моему старому другу саша осташонку который позвонил и предложил нам поучаствовать в этом проекте именно в вашем городе мы решили открыть филиал который будет рассказывать о том как что такое школа аудио начнем мы с того что что такое диджейство мы сначала затронем этот аспект а потом пойдем уже дальше мы хотим как будет проявляться интерес я непосредственно любит к молодежи и вообще просто как бы первый такой филиал до этого это этапа от большого дамы 16 лет существуем мы разговор мы ведем разговоры до мы 16 существуем мы ведем разговоры уже на различные моменты франшизы в других городах мы сталкиваемся только лишь с одной проблемой в городах это наличие нужных нам специалистов и профессионалов а поскольку люберцы это практически как бы ну это москва да и мы все рядом и это здесь педагогам очень удобно доехать и то есть показать как все делать сегодня будет открытие и мы собираемся познать ознакомить всех людей что такое школа аудио что это за образовательный центр что это за учреждение что мы там хотим рассказать нашим молодым участникам не вот неважно молодым вот у нас случился там учатся люди порядка там 50 лет ходит ну как а вот сын его пришел учиться он посмотрел отец говорит о я тоже хочу и пришел в институте как разу можно от 18 вот кстати тут и возникает интересный вопрос а не знаю сдавали вам его или нет по человек аудио ну да да потому что есть кинорежиссеры да которые монтируют кинорежиссера который монтирует фильма сначала по звуку а потом раскрывают картинку не кто работают да вот скажите мне пожалуйста просто тоже вот со студентами коль мы сейчас говорим о будущем это очень интересная история что звук на сегодняшний день иногда может передать гораздо больше чем картинка вот картинка кажется просто один пример советское телевидение покупает первое знаю как правильно назывался на машина которая делает всевозможные буквы и вот все что у них есть я помню во всех этих программах и они рисовали весь экран все это пестрит вот все что есть все кнопки задействованы и ты понимаешь что те от видео остается один какая-то не знаю там какой-то стран странный рисунок потом клипы пошли любой солидный человек у нее должен быть клип без клипа до музыка но ведь аудио она может жить само по себе как может полный собс и ты слышишь все да мало того ты можешь представить себе так как ты это представляешь а видео то тебе его немножечко навязываю до раза какой-то степени музыка она вообще руководит всем наверно основным нашим воспитание и музыка воспитания от родителей воспитанные музыкальное воспитание а это наверное не вот я вам просто советую если кто не знает послушайте лекции и уроки козинника что он рассказывает потому что да и он есть у него один очень важный момент что ребенок рождаясь одновременно с воздухом он себя вот первым что воспринимает воздух и звук который у него есть да и под тот первый звук который получается у него он слышит собственный как бы до крик он не понимает конечно что происходит но впоследствии главное два аспекта в становлении человека это является аудиальная сфера и конечно же воспитательная родительская все что мы да ну и визуальная которая кстати сейчас нас нас обидится может не забывайте на телевидении да да и визуальный что башни то есть но потому что дети интернета все не существует и поэтому телевидение вынуждено было придумать такую историю многие смотрят телевизор ушами да да и поэтому телевизор печатает им буквы чтобы они хотя бы буквы увидели я смотрели в том случае завершая вот подходя к завершению нашего разговора и отталкиваясь опять же вот собственно вы же такой сусок свой собственный продукт придумали кого вы видите на выходе вот этой школы понятно что наверное не у всех получится как когда как же образовательная школа не все кому бы и чему бы вы обрадовались вот кого вы видите на что бы сказали да не зря я абсолютно точно буду радоваться успехом всех ребят которые от учились у нас вот если брать примеры которые у нас школе много очень ребят уехали работает за границу работают в престижных местах кто-то снимается кто-то работает клубы кто-то пишет музыку для коллективов вот и а кто-то допустим уехал стал успешным диджеем там в мировым то есть у нас ребята которые отучились вот поэтому я наверное вижу прежде всего того человека который закончил школа аудио человек который получил полноценные знания а дальше как он же будет именем пользоваться любом случае состоянии что-то показано потому что изначально мы не можем человеку вот взять просто и сказать что вот мы даем тебе знание это как школа общеобразовательное знание наглядность умение педагога все остальное все остальное мы мы тебе поможем к педагог подскажет педагог тебе что-то сделает педагог тебе направит дальше мы не можем каждому ученику следи за каждым учеником здесь уже должна приступаться либо творческая как бы пробудиться какая-то нотка либо в творческая спячка ну даже завершать да да хотя разговор очень интересный я так понимаю в чем-то совпадаем видно приятно всегда а вот чтобы сегодня а какой бы вопрос бы вы бы задали или задали тому мальчику которого папа привел вот все ли получилось так хотелось или что-то можно было бы изменить задать вопрос тому мальчику которые пришли сами собой бы что ну я наверное бы прежде всего понимал речь идет о чем что вот есть такой говорят такой подход что чтобы мы себе не задавали вопрос мы всегда на него ответить до 2 я да причем можем ответить честно да можем ответить не честно зная это потому что это же мы и кстати очень мало людей имеет разговаривать сами собой наверное в музыке так происходит не знаю но прошло какое-то количество лет есть безусловно какие-то достижения вот если бы например сейчас была бы возможность поговорить с тем еще ничего не знающим жених который только пришел вот все ли получилось все ли удалось создать туда ли дорога привела у меня туда пришла или нет я я бы сказал мой делай точно так вот как в тебя ведет вот твой путь менять ничеме ничего не меняй во всяком случае в музыкальном плане точно ну и самый последний вопрос диджей это диджакей диджакей это музыкант во всем смысле во всем смысле он должен быть прежде всего музыкантом он может он должен учиться музыки он должен сам создавать музыку он должен помимо того что просто уметь включать play и слушать отбирать треки он должен научиться писать ту музыку которую ему хочется чтобы я услышал публика и слушать еще один вопрос опять же возвращаясь к вашим довольно странным хорошем смысле слова работам из разных и в том числе киношным историям вот я так понимаю что еще музыкой можно и время показывать и какие-то конечно на сначала по-разному да какие-то вот свои знаете как это как одежда вся разная или как вот свадьба там но есть такой обряд они разные бывают но есть обряд в конце танец когда молодые танцуют под танец и уходят на первую брачную да вот и якобы там ставят песню под которую значит водка что-то любая песня которая сыграла в их истории какую-то жизнь мы же очень часто не помним что звуки это наша жизнь по эту музыку мы влюбились этой назначи что-то было плохое музыка запахи на до запахи вот это наверное все очень хорошо что музыкант может так четко нам разложить все какие-то спасибо вам за хорошие 20 минут спасибо огромное мы желаем успеха вашей школе спасибо давайте так договоримся если не сложно вот сейчас сделайте набор там кого-то посмотрите потом приходите с кем-то покажите нам как это работает в реальности можем прийти к вам полностью спасибо огромное заслуженный артист россии диджей грув он же евгений рудин человек который занимается музыкой является музыкантом спасибо николай пивнянка программа открытый диалог свидания